Период пандемии обнажил слабые места системы здравоохранения Ульяновской области. Нехватка медицинского персонала, фельдшеров и транспорта с начала года по инициативе федерального центра вступила в силу программа «Модернизация первичного звена здравоохранения». На ее реализацию направлено почти 400 миллионов рублей. Средства пошли на ремонт поликлиник и обновление медицинского оборудования. Учитывая высокую степень износа медоборудования, медорганизации первичного звена, в первую очередь, в рамках программы было запланировано приобретение 30 единиц группного литератического медицинского оборудования. Это три генаппарата, четыре ауэрографа, два монографа и три аппарата. Кроме этого, закуплено 15 единиц эндоскопического оборудования. Из 30 единиц 20 уже поставлены и 10 единиц ожидаемого до конца года. Кроме этого, за 2021 год построены 9 фельдшерско-акушерских пунктов из 15 запланированных. Еще 5 в листе ожидания. Это еще один шаг к ключевой задаче – сделать медицинскую помощь доступной каждому, вне зависимости от социального статуса и места проживания. Для этого мы строим факты, проводим капитальные ремонты в больницах и поликлиниках. Еще одной очень важной частью нашей работы по программам модернизации стало обновление медицинской автопарки. Вот сегодня мы в регионы направляем 5 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Алексей Русских лично вручил ключи от автомобилей. Уже сегодня они отправились в больницы Николаевки, Новый Малыклы, Большого Нагаткина. Машины пришлись очень кстати. Вызовов много, средств передвижения катастрофически не хватает. Единой задумки по эксплуатации нет. Куда родина пошлет, туда и поедем, отметил главный врач Николаевской районной больницы. Ну а какие задумки? Задумки они каждый день. Мне последний год администрация выделяла легковой автомобиль для того, чтобы выезжали фельдшера. Выделяли практически ежедневно. Ну, по нашей просьбе. Фельдшер, вернее, педиатр садится, едет по Николаевке, едет в село, осматривает детей до года, детей после года. Проводят диспансеризацию. Поэтому терапевты сами по себе тоже выезжают по селам. Плюс ко всему есть еще и экстренные вызова, которые обслуживаются. Тоже на этих же машинах будем ездить. Работа будет продолжена и в следующем году. Планируется докупить дополнительно 13 автомобилей, построить 6 фельдшерско-акушерских пунктов, завершить капитальный ремонт 8 госучреждений здравоохранения. На это выделено 390 миллионов рублей.